котляровым приветствует нашего замечательного со ведущего и очень хорошего человека алексея вопрос какой то есть слава у тебя час камни да видишь ли ты то что я на экране демонстрирую зрителям есть просто я решил написать огненная земля и что меня не сама огненная земля задача лаут не хочется верить что это не компьютерная графика что действительно где-то артина в другой сути пока рабочие названия ролика вячеслав вы же за границей за границей которые нам карты нарисовали искусственно знаете я считаю для меня очень свое время 20 лет назад была большая радость ехать в поезде харьков владивосток 7 суток это до хабаровска мы ехали я выходил в каждом городе на каждом полустанке конечный мой маршрут был поселок многовершины то есть когда я приехал хабаровск там по пару месяцев пожил у родственников потом приехал николаевск на море и забегая вперед был комсомольске на море какое-то время вот николаевске на море прожил год потом уехал севернее 162 или 163 километра севернее поселок многовершины за границей сейчас с точки зрения моего концлагеря ну наверно да я был за границей чего то что нам нарисовали это не ничего не имеет общего с действительностью кстати спасибо уважаемые слушатели зрители 95 человек слушает поэтому алексей передаю тебе слово то а в чем была заминка именно техническая кто вещает так я смотрю мы с тобой вдвоем на канале да я просто может быть сейчас только вдвоем да больше не то подключил вот иночка из ливана приветствуем тебя вообще прям какой-то будут чтобы не травмировать психику говорить страны хотя когда мы говорим партия мы подразумеваем до родит и вроде подразумеваем партия но это избитый лонг лозунг псевдо советского союза вот поэтому колоссальное количество немного к сожалению наши наша замечательная семья аллочка и геннадий из аргентины немножко обиделись раньше они были частыми гостями гостями у нас но сейчас почему-то не слушает катя ровым ну вот они из аргентины и обиделись считает что аргентин что все и так да и еще неизвестно да что может да может из-за того что их перенес в африку но я не переносил один то что если очень надо у меня здесь есть прям вот сегодня даже вечером увижу большое количество людей настоящих аргентинцев которые вот буквально несколько дней как из аргентины могу их пора спрашивать всяких вопросах но просто я говорю что принципе большая часть игры моя работа связана с аргентин и постоянно я едва ли не каждую неделю вижу людей из аргентины или кто-то из моих друзей туда летает и с какой-то периодичностью я туда то есть для нас это ну не является неким экзотическим путешествиям в ту сторону для нас это просто ну сказать сфера нашей работы что мы с аргентиной постоянно связаны и ну какой через какое-то время я привык к этим всем странностям насчет аргентины вроде как их не воспринимая как странность большинство людей воспринимает ее как просто далекая страна с определенной культурой но там очень много общего так как она про европейская абсолютно страна в ней ничто не указывает на то что она какая-то некая экзотичная за исключением вот этой вот природы и и то что время время года там абсолютно наоборот когда у нас зима там лето когда у нас лето там зима это точно я это я я потому что там был и тамошней зимой когда у нас было лето и наоборот когда тут была жуткая но зима там 35 градусов мороза я прилетаю и через сутки оказываюсь там где плюс 45 хорошо как там зима выглядит тоже дети на санках или зима там выглядит по-другому нет зима в самом будной сарисе но я вот говорил выглядит как в краснодаре в принципе то есть в основном где-то около нуля плюс пять ну или в сочи это тоже зима там редко бывает снег вот но на юге вот по моему начиная уже от такого места бонесареса она называется бая бланка в переводе с испанского это белая бухта вот там уже рыбацкие поселки там уже зимой всегда выпадает снег и чем южнее там тем холоднее вот ну пока крайне по официальным картам кстати там действительно что интересно что я там заходил в школу или еще куда-то там карты рисованы наоборот да то есть север там внизу а юг там наверху и на карте бонесарес из-за этой ты по первости даже путаешься потому что мы привыкли что у нас север вверху а юг внизу то там на картах аргентина нарисована кверх ногами как бы по нашим меркам вот и получается что юг там наверху а север внизу и на карте мира аргентина по центру это тоже прикольно что в центре находится не европа азия а именно вот как бы ну с точки зрения нашего понимания как бы западные полушария вот да я хочу кстати мысль озвучить спасибо леночка что добавилось воспользуюсь случаем то что алексей сказал да 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 пожалуйста да смотрите исходя полученных знаний я очень давно это все можно в записи проверить думает что сейчас на ходу это придумал я уже озвучивал что у меня есть предположение что аргентина упирается носиком хиперборею то есть она перевернута вот это можно скажешь по поводу этого видео где-то с огненной земли они снимают в сторону океана и океан там до горизонта надо сейчас смотреть его потому что видео я видел смысле что оно пришло надо изучать пока леночке передам слово и тебе пойду посмотрим все таки это видео чтобы понять алексей еще раз добрый день здесь я вижу очень много вопросов в чате я не знаю на них отвечали нет они нет времени вот то пишет где взять такую карту подскажи про перевернутую но я вот думаю так просто есть предположим в аргентине поисковая система такая же как наша яндекс то там она yahoo и если набрать yahoo . com r r на конце yahoo . com . r то там можно будет слать поисковые запросы и вы будете в аргентинском сегменте и в принципе если там слать запросы на испанском языке возьмите через переводчик переведите то наверное там можно скачать и карты и и все что угодно все что связано с аргентиной напрямую без посредников именно как раз прям с аргентинского сектора алексей давайте я вам буду зачитывать вопросы а вы будете просто вкратце отвечать потому что люди пишут значит их волнуют эти вопросы хорошо я самого начала начну то что я вижу здесь да значит здесь алексей ты видел два солнца а3 а4 а луны а звезды близи ну я пытался на этот вопрос ответить вкратце скажу двух солнц я не видел но много видео видел на эту счету видел солнечную галлу это я видел и единственное что по поводу луны могу сказать я сам видел луну слишком больших размеров особенно это было как раз в южном так называем полушарии в районе аргентины или где-то там на юге иногда видно луна реально слишком больших размеров иногда на красного цвета тоже как бы то есть луна у нас здесь бывает серебристая бывает желтая бывает очень желтая а вот я видел когда на больших размеров то она прям реально почти красный то есть желтый свет переходит в красный больше ничего такого особенного со своей стороны не видел видел неопознанных летающих объектов несколько раз но это долго рассказывать как я их видел но это я абсолютно клянусь что это были не шары зонды это были именно некие летающие объекты которые ну из официальных источников у нас таких технологий нет вот хотя бы какую форму скажи они дисковой формы да они где-то так если оценить общих размер я думаю размером это дисковой формы объект он полностью светящийся он не то что там лампочки это прям вот полностью светящийся объект дисковой формы я так думаю что диаметром не менее 300 метров он огромный вот он был на высоте где-то порядка пяти километров и я увидел несколько раз идут не один день что интересно что такие объекты свойства их что они появляются и в общем-то летают только в определенных районах каких-то как излюбленных что для них то ли там станции у них то ли еще какие то то есть предположим под петербургом я никогда их не видел но в определенных местах мира я видел эти объекты и причем их там по несколько раз видел вот их определенные свойства что они двигаются очень странно предположим они во-первых двигаются на огромной скорости второе что на такой скорости они могут резко останавливаться резко стартовать резко менять направление движения причем такие форму ну способ такая пластико движение как стрекоза летает то есть стрекозы увидели как летает они так резко оттормонавливать резко в сторону резко так так вот как рывками такими вот такой объект может лететь как и плавно, пересекать все небо. Ну, ориентировочно скорость там должна быть, думаю, там от 5 до 10 тысяч километров в час скорость. Но при том, при всем, что иногда бывает, что когда он висит на небе, он может резко исчезнуть с глаз. И судя по всему, что в этот момент его скорость какая-то вообще запредельная, потому что быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, он просто куда-то и нет его. Вот это я сам лично видел. Очень интересно. А примерно какого размера они, как ты думаешь, большие, маленькие? Ну, вот я говорю, что на вскидку, так как я оценивал высоту, они были, то, что я видел, на высоте порядка 5 километров, то пассажирский самолет на такой высоте выглядит как точка и, в общем-то, различим только как благодаря огням габаритным, то есть он мигает. То сам объект, вот ориентировочно, наверное, как 5, наверное, пассажирских самолетов поставленных хвост друг к другу. Вот, если не больше. Вот, соответственно. Да, потому что он выглядит как диск и это видно. Ну, он в профиль выглядит как сигара. Когда он немножко разворачивается, видно, что это более объемный объект на диск. Дисковый такой похож. Вот. Да, еще я хотела бы сказать, Алексей, здесь вопросы задают не только вам вот то, что вы там видели Аргентину, путешествия. У нас вообще тут общие вопросы, потому что люди чувствуют, что вы, в общем, очень развитый человек во всех областях. Поэтому здесь вот спрашивают тоже. Алексей, что ты скажешь про дерево жизни? Оно есть, по-твоему? Вообще, ты слышал о таком? Я слышал про такое и думаю, что там что-то есть. Потому что хотя бы вопрос о том, что, ну, когда вот, если так считаешь, что стрелка компаса куда-то притягивается, и вообще какая-то магнитная аномалия существует там. И, соответственно, потому что и когда есть Курская магнитная аномалия или какая-то другая магнитная аномалия, совершенно очевидно, что там что-то в земле есть. Или какие-то горы, или какие-то объекты. А, соответственно, если нам говорят, что на Северном полюсе как бы ничего нет, там вообще пустота, или океан, или льды, то к чему же тогда притягивается непонятная стрелка? Что, соответственно, скорее всего, я думаю, ну, логически просто я допускаю, что то, что сообщает официальная наука, не соответствует действительности, и там что-то есть. Вряд ли, может быть, там само дерево сохранилось, но, скорее всего, остались какие-то его остатки, или, может быть, что-то на эту тему. Например, возможно, что понятие дерева жизни аллегорично, и что само по себе дерево не является как таковым деревом, и, возможно, что вместо дерева там что-то другое. Но, мне кажется, там что-то есть. Вот мое мнение логическое такое. Да, ну, прекрасно. Вот еще тоже Сергей Авдосевич задает следующий вопрос. Ну, мы знаем, что ты многодетный отец, и ты очень похвальный, поэтому такой вопрос. Алексей, ты чувствовал какие-либо проявления ментальных способностей у детей или взрослых? Да. Я постоянно об этом как раз думал, потому что обращал внимание, что многие дети обладают уже какими-то свойствами, врожденными, независимо от воспитания, и иногда даже независимо от среды, в которой они родились. Вот. Соответственно, я думаю, что большинство детей уже входит в наш мир, обладая свойствами некой сущности, которая над ними стоит. Вот. А уже, скорее всего, потом какое-то типа воспитания или типа влияния на них, эти свойства их либо ограничивает, либо причесывает, либо блокирует. Вот. Но большинство детей, я считаю, что обладают более правильными, врожденными задатками и способностями. А пока нам в школе не заморочат голову. Даже раньше морочат голову, первые начинают родители. Потому что дети сходу иногда показывают достаточно хорошую осведомленность в некоторых местах. Но, как правило, взрослые говорят, не говори чушь, что ты такое несешь, заткнись, иди отсюда, и так далее, и так далее, и так далее. Совершенно верно. Вот здесь еще один тоже вопрос. Опять Сергей Авдосевич очень интересуется. Алексей, это, конечно, безумно, но видел ты, когда ночью солнце горело? Нет, не видел никогда. Насчет ночи никогда не видел солнца. Вообще, ну вот, ночью могу сказать, что в море часто был, ну я моряк в прошлом, и скажу, что, конечно, вот наблюдение и астронавигация, и астрономические наблюдения входило в круг моей профессиональной деятельности. Поэтому часто бывало, что ночью на вахтах, особенно иногда в течение чуть ли не там двух месяцев ежедневно пялился на ночное небо чисто по служебным надобностям. И что-то такое экстравагантного не замечал, но могу все-таки еще раз повторить, что ночью в некоторых широтах звездное небо не выглядит как набор звезд. В основном звездное небо выглядит как просто некий купол, на котором нанесен практически рисунок какой-то. потому потому что вот эти так называемые звезды ночью в море, особенно Млечный путь или около того, они даже как звезды не выглядят, выглядят как просто заляпанные чем-то желтым, какой-то купол. То есть эти звезды реально там неразличимо, что это звезды. Это как желтая краска фактически. То есть Млечный путь выглядит просто как желтой краской намазанной, как облака даже. Вот он выглядит, особо нет. В те времена я не, ну я повторюсь, что я не слышал ни про какие теории, все верил в официальную абсолютно, но вопросы тогда у меня уже возникали, что было ощущение, что весь купол как бы вот со всем рисунком вращается одновременно. И только отдельные объекты, такие как планеты и некоторые тоже в том числе звезды, выглядят объемными. Весь остальной рисунок выглядит плоским довольно. Больше я там ничего такого не видел. Вот еще следующий вопрос. Алексей, а был ли ты в Австралии? К сожалению, не был, но у меня много друзей оттуда и были и русские в том числе туда уезжали и были люди, кто оттуда приезжал, австралийцы, по крайней мере, скажу, что английский язык у них с характерным австралийским акцентом и психологии, они тоже определенные эти люди, они отличаются от других иностранцев. Вот сам я, к сожалению, в ту сторону не ездил. Вот еще здесь два вопроса тебе, они очень созвучны. Алексей, среди насекомых были паразиты опасные, но я думаю, тут второе просто такое же. Встречал ли ты когда-нибудь животных, насекомых, растений, которые описываются в древних мифах? Нет, сам я ничего такого не встречал. Не встречал. Хотя я слышал, что вот в тех же вот южноамериканских джунглях и лесах там есть некоторые цветочки, которые лучше не нюхать и не трогать даже. Но это местные говорили мне. Еще следующий вопрос. Алексей, ты видел своими глазами молнии в тропосфере? Я не знаю, где находится тропосфера. Молнии, про которые я говорил в аргентинске, они высоко. Вот если сказать, что по ощущениям, когда наши молнии в ливень бьют летом, они выглядят, что они довольно низко находятся. То есть ориентировочно не выше высоты одного километра. Молнии, которые в Аргентине освещают все небо, они гораздо выше. Я оцениваю, где-то они на высоте двух-трех километров находятся, может быть, выше даже. Потому что звук от них или вообще не приходит, или приходит с очень сильнейшей задержкой. Потому что звук от наших молний приходит иногда почти сразу, ну или с задержкой не более 10 секунд. Ну вот тропосфера, я сейчас читаю, что это такое в Википедии. Значит, высота начинается в полярных областях с 8 километров, в умеренных широтах с 10 километров, до 12, с экватора, с 16 до 18. Значит, не видел я в тропосфере никаких молний. Вообще в тропосфере ничего кроме высоких облаков нет, потому что, в принципе, насколько я знаю, что самые высокие облака где-то на высоте до 10 километров могут быть. Это так называемые перистые облака. И, естественно, вот у меня такой вопрос, что, скорее всего, конечно, они не на воде, такие облака. Я вообще думаю, что начиная с высоты километра полтора-два и выше облака не могут иметь водную основу, так как, в принципе, там уже становится холодно и вода в таком виде не может на такой высоте быть. Там, скорее всего, уже примешиваются другие газы. Вот. Но молнии в тропосфере я, получается, не видел, потому что их можно, скорее всего, заметить только с самолета. Вот. Снизу я не думаю, что на такой высоте можно видеть какие-то молнии. Понятно. Вот еще следующий вопрос. Алексей, как ты думаешь, можем ли мы формировать нашу реальность? Ну, ты уже, по-моему, отвечал на этот вопрос. Да, я отвечал. Я уверен, что можем, но если давать развернутый ответ, это надо отдельно канал. Способы формирования реальности, ну, я даже так скажу, вкратце и по моим наблюдениям, и по собственному опыту, что я могу, заключается в основном в том, почему люди думают, что они не могут ничего формировать. Дело в том, что люди находятся в состоянии довольно узкой полоски восприятия мира. Соответственно, ну, вот я могу так сравнить, не имея никого, естественно, лично. Я просто беру совершенно абстрактную персону, предположим, ну, типа бомж, который, например, живет на улице, собирает бутылки, сдает их, и на это дело выпьет. Вот если взять его реальность, предположим, то для него высшее счастье найти много бутылок и хорошо выпить, предположим. И, соответственно, в его реальности, если он будет ее как-то, типа, менять, то он ее может менять только в пределах выпить и найти много бутылок. То есть, предположим, что если ему что-то начать говорить про какой-нибудь поход в Австралию, то он вообще не поймет, о чем вы ему говорите. То есть, соответственно, узкий порог его желаний очень сильно усечен. Соответственно, какую-то реальность он менять может только в очень узком диапазоне своих желаний и умение формировать эти желания внутри себя. Соответственно, точно так же любой человек очень сильно усечен в неком диапазоне восприятия мира. Соответственно, формировать желания он иногда просто даже не может. Так вот, для того, чтобы правильно формировать свои желания на реальное изменение своей жизни или мира вокруг себя, нужно в первую очередь расширять диапазон понимания этого мира и диапазон понимания процессов. Тогда вы можете правильно ставить свои себе задачи. Иначе вы будете уподобляться все-таки этому бомжу, который будет максимум формировать желание на уровне каких-то только примитивных поступков и желаний, которые часто могут идти даже во вред вам. А по поводу того, что мы можем формировать, безусловно, мы можем, но это есть определенные методики и практики, и способы. Ну да, насколько я знаю, что первый шаг, чтобы формировать свое желание какое-то, нужно просто сделать первый шаг. И тогда уже начнется меняться реальность. Ну, я считаю, что в первую очередь нужно расширять границы понимания. А для того, чтобы их расширять, это не так просто начинать, потому что в том-то и дело, что здесь есть, сталкиваешься с моментом, что ты в первую очередь не знаешь, чего тебе надо желать. То есть ты в принципе не понимаешь, как правильно сформировать вопрос или как запрос, что ли. И поэтому на расширение нужна определенная методология. Ну, это не так сложно. По-моему, она, в общем-то, более-менее известна. Конечно, к сожалению, она не лежит в открытых источниках, но любые виды духовных практик или практик просто каких-то, особенно в основном восточных, есть очень много моментов, как это можно делать. Да, да, обычно мы знаем, чего мы не хотим, но обычно и не знаем, с чего же мы хотим. Ну, да, я могу сказать со своей стороны, предположим, очень много практик связано с возможностями медитирования. Медитирование – это отключение внутренних диалогов и как бы постараться как бы не думать ни о чем. И вот это очень сложно. Например, человек почти нереально выполняет, например, ты ему говоришь, расслабься, расслабься, а он от этого еще сильнее напрягается. И это приблизительно то же самое, как «не думай, не думай, не думай» или «отключи». Как раз как только ты пытаешься, ну, как «не думай о желтой обезьяне», как раз она именно будет приходить. Так вот, практика по поводу отключения, в первую очередь, и понимание как бы нескольких других запредельных для тебя областей, оно связано… Ну, я говорю, ну, я не могу тут за пять минут начать по этому поводу разговаривать. Это не так просто. Да-да-да, это очень объемный вопрос. Но можно. Да, можно. Но как-нибудь будет время, поговорим и об этом. Вот здесь еще вопрос. Алексей, что ты думаешь о утверждениях славы о лунонавтах-волхвах? Ну, наверное, ты имеешь в виду, что Луна – это, наверное, наш космический корабль. Ну, с большинством утверждений славы я не могу как-то на доказательной основе соглашаться. Я просто ему, как сказать, интуитивно доверяю в чем-то. Вот, потому что, наверное, есть причины, почему он это все говорит. Не все, и как он правильно говорил, не все требует всегда сиюминутных доказательств на материальной основе. Я думаю по этому поводу, что, коль это невозможно чем-то опровергнуть, то это, скорее всего, возможно. Точно так же я считаю такое высказывание верным, что сам человек придумать ничего не может. То есть он не может вообразить то, чего нет. Мы всегда можем вообразить только то, чего есть. Если нам предложат придумать какого-нибудь кота, ну, взять любого кота случайно, мы все равно в нашем сознании живем какой-нибудь код, которого мы как-нибудь видели. Даже если мы будем придумывать фантастического кота, он все равно будет содержать в себе элементы того, что мы видели. Вот, соответственно, просто так, ниоткуда человек не может что-то совсем придумать. Все равно какая-то аналоговая база в его голове есть. Или ассоциативная, или интуитивная, или еще какая-то. Поэтому, почему бы нет? Наверное, что-то возможно. Титаник не тонул. Он благополучно достиг соседних земель. И пассажиры все остались живы. Бермудский треугольник. 50% в кавычках погибших самолетов и кораблей достигли соседних земель. Олаф Янсен из произведения «Дымчатый бог». Рыбак со своим сыном видел именно эти земли. Легендарные герои из произведения «Санникова» также достигли этих берегов. Нацисты спустя годы спокойно основали свои колонии на этих берегах. Адмирал Бёрн своей эскадрильей потерпел фиаско у этих берегов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова